Сегодня в рамках информационного проекта «11 шагов к Нью-Нау», посвященному реализации нацпроектов в регионе, руководитель Департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа Павел Окладников на брифинге с окружными журналистами рассказал о реализации в Ненецком округе национального проекта «Цифровая экономика». Как отметил Павел Окладников, основа цифровой экономики в регионе, как и везде по России, это построение информационной инфраструктуры. Такая большая проблема для Ненецкого округа. Далеко не везде у нас есть высокоскоростной интернет, хорошие каналы связи, присутствие сотовой связи. Это будет являться основой для создания цифровой экономики. Первое – это создание сетей, обеспечить жителей государственных учреждений, государственных предприятий непосредственно услугами связи. И в дальнейшем мы будем как на детскую пирамидку нанизывать на вот это основание все-все-все дальнейшие услуги. Это и электронный документооборот, это и информационная безопасность, что немаловажно. То есть это действительно, мы с вами дальше будем беседовать, количество угроз и атак, которые идут к нам даже сюда, в Наринмар, они растут. Я об этом всегда говорю, это такая достаточно большая проблема, которую мы тоже должны устроить в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Мы будем говорить и работать над совершенствованием государственных услуг. По словам Павла Окладникова, до конца октября 26% госучреждений региона должны быть подключены к высокоскоростному интернету. К ним относятся ФАПы, образовательные организации, избирательные комиссии, пожарные участки, подразделения Росгвардии и сельсоветы. Особое внимание руководитель профильного департамента уделил информационной безопасности. Все данные о нас с вами уже хранятся в электронном виде. Мы это прекрасно понимаем, мы это прекрасно знаем и мы очень сильно переживаем за утечку всей этой информации. Так вот, все эти данные содержатся в наших оригинальных государственных информационных системах. Здесь, наверное, можно уже отметить такие достаточно хорошие достижения. У нас стоит показатель простоя государственных информационных систем в год в результате компьютерных атак. То есть, о чем мы говорим? Прошла какая-то компьютерная атака, информационная система встала, ваши данные стали либо недоступны, либо подвержены какой-то угрозе к распространению. Если у нас стоит норматив по 2020 году 24 часа простой, то сейчас мы уже достигли, вышли до часа. То есть, в результате атак, либо каких-то обрывов, либо чего-то еще, у нас государственная информационная система простая, вот средняя, на самом деле, уже даже меньше, час в год. Мы считаем, что это неплохой показатель, в том числе, а также для всех жителей. Что касается кадрового обеспечения сферы цифрового развития, то Павел Окладников рассказал о работе с региональными СУЗами при подготовке специалистов IT-сферы. По его словам, задача регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» – это обучение уже работающих специалистов компетенциям и технологиям, востребованным в цифровой экономике, и, конечно, работа с подрастающим поколением. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».